Всем привет! И сегодня мы попробуем собрать вот из этого вот всего что-нибудь летающее. Например, вот такой вот квадрик в размере 75 мм на улитке. Для сборки я буду использовать вот этот полетный контроллер, а именно это I.O. от Happy Model Super X HD Express LRS I.O. В качестве VTX у меня пойдет Valksneil Avatar 1S Nano Module. Моторки я буду использовать от Arsene Power на 19000 Kiwi. Можно было бы, конечно, попробовать использовать и побольше, но какие есть. Ну и в качестве рамы, как я уже сказал, у меня будет 75 мм рама от тех самых Happy Model. Окей, приступим к сборке. Самостоятельно VOOP я буду собирать впервые, но, как оказалось, собирать VOOP достаточно несложно. И начнем мы с самой простой процедуры. Мы прикрепим моторы к раме. Моторы к раме крепятся штатными болтами, ничего сложного в этом нет. Единственное, что обращать внимание, чтобы не перетянуть эти болты, потому что рама все-таки не карбоновая, а пластиковая. И если вы перетянете сильно болты, то у вас есть шанс ее повредить. Найдите баланс между достаточно хорошо затянутыми болтами и при этом неповреденной рамой. Ну а пока я кручу моторы, если вам нравится подобного рода видео, предлагаю вам подписаться на канал, оставить комментарий и поставить лайк под этим видео для его продвижения. И, кстати, моему каналу на днях исполнился год. Большое спасибо всем тем, кто уже подписался на мой канал и продолжает смотреть мое видео. Респект вам, уважуха! Ну а дальше нам потребуется немножко попаять. Паять здесь достаточно сложно. Этот полетный контроллер весьма компактный, поэтому площадки здесь тоже, как видите, достаточно небольшие. В комплекте идут фишки для подключения моторов. Я решил их использовать, поскольку я не уверен, что данный вупчик останется у меня навсегда. А новому владельцу, возможно, будет проще использовать фишки для того, чтобы его ремонтировать или поменять моторы. Ну и опять-таки отпаять эти фишки намного проще, чем их припаять изначально. Ну и после того, как я припаял фишки на моторы, нам необходимо будет припаять силовые провода. Силовые провода здесь паяются достаточно легко. Самое главное, обращайте внимание, чтобы не перепутать плюс с минусом. Ну а следующим шагом мы будем подключать улитку с полетным контроллером. У данного полетного контроллера нет фишки для подключения контакта от улитки, поэтому нам придется обрезать привода и припаяться напрямую к полетнику. И вот в этот самый момент я хочу обратить ваше внимание на то, что не повторяете моих ошибок. Я решил, что я умнее всех, поэтому я все-таки напаялся изначально на бэк полетника 5-вольтовый. И оказалось, что я поимел две проблемы. Одна из этих проблем связана как раз с этим бэком, потому что у меня начало все отключаться на примерно 3-4 вольта на батке. Это достаточно рано, особенно для один из батареек, поэтому пришлось все-таки его разобрать и перепаяться напрямую на выход с батарейки. Вот так это вот выглядит. Ну а вторая проблема, которую я поимел, это то, что я решил сделать, как делает самих ЭП модуль. То есть самим процессором улитки я его смонтировал вниз напрямую к полетному контроллеру и оказалось, что мы получаем постоянный перегрев. В результате дополнительно еще вот пришлось его перевернуть, чтобы процессор улитки оказался сверху. В остальном же тоже ничего дальше сложного у нас нет. Собираем этот бутерброд, следим за проводами. Статная антенна от улиточного 1С модуля мне не понравилась. Она достаточно тонкая, при этом достаточно длинная. Для нано-вупчика лучше использовать антенну покороче. Например, вот такую я решил использовать. Она на самом деле подходит сюда идеально. Ну и что еще я заметил, после того, как я перевернул процессором вверх модуль улитки, оказалось, что UFL разъем его вместе с антеной оказывается прямо над плюсом, приходящим с батарейки. Тут можно было бы изолировать, например, какой-нибудь каптоновой лентой, но у меня ленты этой нет, поэтому я решил использовать, как всегда, мой любимый B7000. Я им залил положительный контакт батарейки, дождался, когда высохнет. И вот уже продолжим сборку. В результате мы получили вот такой вот компактный квадрик. Конечно, он не настолько компактный, как 65-мм, но тем не менее небольшой квадрик для полета по квартире на улитке получился. Общий вес у нас, как видите, получился 35 с копейками грамм. Если быть точным, 35 с половиной грамм. Достаточно тяжелый для 1SV-чика, но что имеем, то и имеем. У тех самых Happy Model, которые собирают на своих же рамах и своих же комплектующих похожие дроны, тоже получается примерно такой же вес, поэтому особо я не стал переживать и пытаться каким-то образом его облегчить. Ну и после того, как сборка закончена, можно уже попробовать его подключить к компьютеру, посмотреть, что у нас получается. Единственное, что обязательно прозвоните его мультиметром, если у вас нет смок-стопера для 1SV-чика, поскольку, опять-таки напомню, что здесь площадки достаточно мелкие. В любой момент можно получить КЗ, если случайно уронить каплю припоя, куда не надо. Настройка будет на самом деле элементарная, просто накидаю несколько пресетов, но стоит обратить внимание на два момента, с которыми я столкнулся с этим полетником. Первый момент, то, что у меня не получалось его прошить изначально. Компьютер после перехода в бутлодер не видел устройства. Обычно это решается тем, что отпаивается TX-RX приемника или GPS, если они напаиваются. Но в данном случае GPS-а у нас нет, а RX-TX приемника мы отпаять не можем, поскольку LRS у нас встроенный. Можно было бы, конечно, поискать в документацию, каким образом можно отключить встроенный приемник, но я обошелся малой кровью. Как видите, отключаем квадрик, подключаем, быстренько переходим в командную строку, набираем там BL для того, чтобы перейти в бутлодер, и вот у нас бутлодер определился. Далее уже прошиваем его, как обычно. Ну и после того, как успешно удалось прошить полетный контроллер на последнюю версию Betaflight, обнаружил еще одну проблему. Забиндил радио, я видел, что у меня аппаратура с приемником сопряжена, на аппаратуре я видел силу сигнала, однако в Betaflight ничего не отображалось. Оказалось, что по каким-то причинам был включен режим Model Match. Это я увидел, когда зашел в аппаратуру, зашел в LRS скрипт, и увидел, что модуль Miss Match мигает. Лечится это элементарно, находим это меню, модуль Miss Match, включаем его при подключенном приемнике, и выключаем его при подключенном приемнике. После этого все у нас нормально работает в Betaflight. Ну а дальше осталось просто накинуть несколько пресетов для того, чтобы она полетела. Я буду использовать пресет LRS 250 МГц, накинем его, и накинем еще один пресет. Я выберу, наверное, Karate Wub, потому что это достаточно распространенный пресет, и в принципе, наверное, в данном случае он может подойти. Естественно, никакие пресеты по пидам и фильтрам не являются абсолютно подходящими. Все это необходимо дотюнивать под конкретную сборку. Благо, у данного полетного контроллера есть Black Box, можно тоже будет собрать логи и посмотреть, но для того, чтобы вообще взлететь и убедиться, что оно летает, этого нам хватит. Ну и что еще обязательно нужно посмотреть после сборки, это определить направление вращения моторов. Заходим на вкладку моторов. Я включу обратное вращение, поскольку я к нему просто привык. Ну а дальше смотрим, включаем моторки по одному, проверяем, в какую сторону они вращаются. Можно использовать вот такой вот способ. Я прикладываю просто какой-либо пакет или бумажку к мотору, для того, чтобы не пытаться настолько мелкие моторы оценить пальцами, в какую сторону идет вращение. Ну и после того, как наша аппаратура успешно заработала, можно настроить каналы. Напомню, что ARM в YLRСе должен быть обязательно на первом AUXе. Также я поставлю себе бипер и флиповер, для того, чтобы можно было и попищать моторками, и зачерепаться при необходимости. Ну и больше для этого квадрика ничего дополнительно не нужно. Ну и следует, естественно, настроить USD. USD можно настраивать разными способами. Можно накатить пресет, можно сделать это все вручную. У меня есть, кстати, видео на канале по настройке цифрового USD. Я же воспользуюсь файликом, который я делал в свое время еще под DJI. Он прекрасно подходит для улитки. Если вам, кстати, интересно, пишите в комментариях, я дам на него ссылку. Единственное, что сейчас надо будет убрать связанные всякие GPS-элементы, поскольку на этом квадрике у нас, естественно, GPS-а нет. Ну и в целом на этом настройка USD закончена. Поскольку мы летаем чаще всего на 1S-HV батках, то желательно сразу вот здесь выставить 4.35. Батафлайт не думал, что мы подключили сильно разряженную 2S-батку, а понимал, что это 1S. Ну и последней вишенкой на торт. Тем мы можем принудительно высказать, что мы в данном квадрике будем использовать только 1S. Этой командой можно просто принудительно объяснить Батафлайту, что у нас будет использоваться 1S-батарейки. Ну и вот по такой быстрой настройке все. Можно переходить уже к полетам в поле. И первое же переключение в акрорежим в поле меня несколько разочаровал, поскольку, вот как видите, квадрик трясется как не в себя. То есть, невзирая на то, что там не удается какие-то выполнять трюки, все равно есть очень сильная болтанка. Я не сразу сообразил посмотреть на ветки деревьев. Обратите внимание, да, причина болтанки на самом деле достаточно понятна. На улице сильный ветер и, в принципе, для 75-мм квадрика весом 35 мм это очень сильный ветер. Однако, как оказалось, с ним он справляется вполне нормально. В режиме Энгл, кстати, он с ним справляется еще лучше. То есть, в режиме Энгл мы совершенно практически не замечаем этой болтанки. Но за это мы платим тем, что у нас батарейка разряжается гораздо быстрее. Для данного теста я использовал батарейки 300 махов. Более крупные ко мне батарейки сейчас еще в пути. 300 махов для него тоже батарейки маловаты. Ему рекомендовано использовать где-то, я думаю, 450-550 махов. Но для теста 300 махов использовать было можно. Однако, вот убедился, что время полета у него практически в два раза меньше, чем у 65-мм 1С лупчика на аналоге. Но на этом видео по сборке данного квадрика можно считать законченным. Не забудьте заглянуть в описание. Там будут ссылки на все компоненты, из которых я его собирал. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем буду рад, всем счастливо и всем пока!